Всем доброго времени суток! У нас на завтрак манная каша. Тоже в ожидании завтрака, да? У нас очень сильный ветер, хотя тепло. Но я вышла в халате, немного замерзла. Я занесла вчера сетки от комаров, от мух. Надо сегодня поставить, а то окна не открыть. Укажу вам петунью. Смотрите, вот-вот зацветет. А рядом с ней гранатики. Жду, когда же она уже наконец-то. Эти пересадила, вроде принялись два. Видите, какое солнышко. Очень хорошо, если бы не было ветра. Все-таки я решила в пятницу выпекать пасхи. Мы их очень любим. Что тянуть и что ждать. Завтра в субботу мы, дядь Вася, не приедет. Поедем. Дай Бог, все будет хорошо. Ну и с машиной, и так вообще. В общем, до бабуси. Я покажу, как выпекает пасхи она. Поэтому у меня завтра просто не будет на это времени. Это другой рецепт. У каждого из вас, я думаю, есть свой собственный рецепт. Это тесто уже я не буду вымешивать, как делала в предыдущий раз. Вот. Это пасхи будут у меня из такого теста. Вот. Вот такое вот оно будет. Сейчас оно подойдет. Также ставила пару. Вот тут уже я брала пол-литра молока, 100 грамм дрожжей, полкилограмма сахара, 300 грамм сливочного масла и где-то 200 грамм сметаны. Вот. Почему где-то 200? Потому что я, ну, приблизительно так не взвешивала. В общем, это будет вот такой рецепт. Ну, дальше, конечно, изюмчики добавила. И эту клюковку. Цедра. Ага, цедра апельсинчика сюда пошла. И у меня был мед. И я положила ложку в столовую меда. Это для того, чтобы пасочки долго оставались мягкими, не черствели. В общем, все. Ставлю сейчас в теплое место. Все, мои хорошие. Обожаю пасочки. Боже, я не знаю, как уж они вкусны. А это дождь прошел. Тот желтый. Видите, листочки как попортились. Вот куда попал, там и попортились. Привет поближе, мои друзья. Я решила выпекать сегодня паски. Тесто у меня такое прям поднялось три раза. Сейчас я его буду накладывать. Я уже вам сказала, что это рецепт, который не вымешивают. Я очень люблю его. Почему? Потому что он простой. Не нужно много ждать. Как делала я предыдущие паски. Наложу в такие маленькие формы. И плюс у меня есть старые кастрюльки. Я там тоже буду выпекать в этих кастрюлях. Как это делается? Это просто ложечкой сюда накладываю. Накладываю чуть меньше половинки. Одну треть, так скажем. Одну треть где-то. Я люблю, когда пасочка или вот так немножечко в форме, чуть-чуть поднимается, или же лучше пусть меньше. Просто бывает так поднимаются, что просто вылазит шапочка. Поэтому я так стараюсь. Пусть она маленькая будет. Но она будет в форме. Тесто обычное. Я знаю, что вы многие знаете, как выпекать. Поэтому я уже говорила. На пол-литра молока. В общем, все то же, что я делала. Я выпекала паску, которую вымешиваю. Только все те же ингредиенты умноженные на три. В общем, все так же. Только не вымешиваю. А муки поменьше. И смотрю, чтобы... Смотрю так, чтобы... Чуть-чуть меньше муки. И не надо вымешивать. А так, в принципе, тот же самый. Все то же. Сегодня я хочу выйти в прямой эфир. Может быть, после прямого эфира вы увидите это видео, как я его выпущу. Хочу выйти, просто поотвечать на вопросы, посидеть с вами, поговорить, почитать ваши комментарии. Не всегда удаются отвечать на них. Поэтому посидеть... Вот. Значит, изюм, клюква у меня. Просто так выглядит хорошо. Я больше, чем на два часа замочила. Смотрю, что лучше. Ага. В субботу мы все же планируем ехать до бабуси. Это будет завтра. Вроде бы, как дядя Вася не приедет. Не приедет Валерий. Тоже собирались вместе. Не знаю причину, но Валера работает. Он не может. Попросили. Ну, через две недели он обещал приехать. Валерий. Вроде бы, как на две недели там уехал человек, который попросил остаться Валеру. Валера собирался ехать. Ну, Валера такой человек, конечно, он не мог отказать. Остался на работе. По возможности приедет человек и Валера пойдет тоже на неделю или на две. Значит, почему дядя Вася не едет, я тоже не знаю. Может, приедет позже. вообще в этом не улыбляюсь. Не знаю. Они собирались ехать на родину. Там живет сестра их. Дядя Вася это родной брат моей свекрови, получается. И там живет их сестра на Западной Украине. они вообще родом получаются шатудом. Они хотели туда поехать к ней в гости, проведать. Очень давно не были. Давно не виделись. Все. Формы заполнила. Так. Сюда, наверное, чуть-чуть. Давно не виделись. Хотели взять Валерия. Вроде бы, как они поедут, но без Валерия. Валерия не возьмут. Он хотел тоже поехать. Очень жаль, что Валеру не возьмут. Все-таки это Валера, она тоже тетя. Едут на машине, поэтому место может нет. Знаете, такой бываешь, кто-то едет еще. Жаль, что не Валерия едет. Так. Хорошо. Еще надо будет яйца сегодня покрасить. Пусть сначала с пасочками. Затем, вот видите, я заклеила очки, они у меня были поломаны, и я носила другие. Эти мне идут. Почему? Потому что я самая беленькая, а право черная. Мне не нравится. Я не накрашена сегодня вообще. Накрутила немножко волосы. Думаю, ну все, сегодня я не буду ничего делать. Буду только готовить. Что я еще приготовлю? Сейчас начищу картофель, размораживаю эти галенчики, ну, галене, я не знаю, ножки, в общем, куренные, скажем так, да, и запеку в рукаве. Ножки, плюс картошечка, все это в этом собственном соку, ну, в собственном соку, да, картошечка такая большая останется, чтобы она пропиталась этим жирком, сделаю вот такое блюдо. В общем, так, у меня еще есть борщ зеленый, надо его тоже доедать, кисель наварила, пасочки будут, посмотрим, что там еще приготовлено, ну, вообще пока вот так, вот так. Так, шесть ножек, картошку еще не чистила, сейчас я пока подготовлю мясо, лавровый листик, значит, я его посолила, все приправы туда добавлю, все, что есть, у меня много разных приправ, сейчас мы все поперчим, чесночок туда добавить обязательно, лука, чеснока, вот это добавлю даже грушек, базилика, немножко сушеного, вообще на запах этот много очень я люблю, ну, так, чтоб чуть-чуть до зелени, нашу ксериньбаку. Так, сюда тут еще улыбалась, да, это кожа, потому что непритерная была, очень пусть пока. Так, я нарезала петрушку, нарезала тут лук и чеснок. Тоже все сюда, так как она все тут будет так дружиться, 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 думаю, мы прям здесь это все и помешаем. Какая на разница, правильно? Где-то в отдельной месте или прям сразу в рукави. А вот все здесь вот так. Хорошо, перемешалась, тем более картошка сейчас будет. Будем еще картошечку тут. Так, дружить вместе с нас замечательно. Все, главное, чтобы оно было солено. Не знаю, все-таки сольки еще чуть-чуть добавлю. Это мясо, знаете ли, у нас должно быть солененьким. Картошечку я посолила. Да, уже соленую. вот так. Сейчас вижу, чеснок, укроп, зеленый лук тоже вот нарезала туда же. сейчас этого благослово в огороде. Полезно. Чем больше зелени, тем лучше на Кавказе. Посмотрите, какие люди здоровые долгожители. Потому что зелень едят прям пучками. Вот тебе. Так, смотрите. Вот так я беру туда перец. Ну, это делаю я, потому что я очень люблю немножко перченое. также возьму для любителя помашины я возьму две гостички. Такой будет чуть-чуть нежный аромат. Чуть-чуть со всей влаточки. И пропитается все. Оно лежит еле лапами шевелит. И даже вкусняшку вот. Еле-еле. вкусненько, вкусненько. Да, да, да. Кушай, кушай. Кушай вкусняшечку, вкушай. Спасибо, Дианочке, скажи. Она тебе прислала такую вкусненько. Кушай, кушай, кушай. Такая милота. я им поделила. Носит свою половинку. А что ты так с травой, что ли? Ты намочил? А зачем намочил вкусняшку? Ну да, ты мне все цветы потопчешь. Ой-ой-ой. А зачем ты там прячет, прячет? Прячет, ничего себе, чтобы никто не взял не голодный и хочется ему спрятать на всякий случай. Ты так все клумбочки попортишь. ничего, что же делать с тобой. Зарывает. Что, ты сюда перешла? Тоже прятать хочешь? Подымаются потихоньку паски. Вот, мяско хорошо тоже пропеклось. Картошечка такая чуть золотистая получилась. кто-то спит, кто-то проснулся. Краски голубые, какие красивые. Мама отпустила гулять. Подросли. Заношу яйца, варила в котелке. Смотрите, какие они. В общем, захотела необычного цвета. Точно необычный получился. Потом достану, покажу. Эти сине-зеленые, что ли, как изумруд. Так, мои хорошие, сварила яйца по новой технологии. Я видела, что многие не любят такие яйца, такого цвета. Не захотелось. Они такие изумрудные получились. Значит, как я их... Такие на вид серые, да? Серо-зеленые. Как изумруд. Мне понравилось. Значит, шелуха луковая, чай каркаде. Листочки. Я добавила сырые яйца. Наложила и того, и другого понемножку. И все. Мне так захотелось. Вот такие интересные яйца изумрудные. Кому нравятся, кому не нравятся. А мне понравилось. Необычно. Просыхают, потом подсолнечным маслом немножко и будут такие суперчики у нас. Красотой. Если на ночь, многие на ночь оставляют, тогда они синие становятся. Цвет будет насыщенее. А я так захотела, чтобы он был и не синий, и не зеленый, и не красный. Видите, вот так вот. Такой вот. Изумруд. Раньше я брала красители для яиц. Нет, лучше натуральным. или луковой. шелухой. Или же вот так. Чай каркады, если они синие будут получаться. Мне нравится. Главное, натуральное. Вот так вот. Вот они. Вот они будут красивые какие. Такой процесс. Видите, какая красота. Шикарные яйца. Так что завтра до бабуси говорит в 10 часов, чтобы вы были у меня. Она будет ставить уже опару, чтобы я же снимала. Буду снимать. У нее другие паски. Я пеку свое, она по-другому. У нее шикарные, конечно. Но это надо поучиться. Даже мне. Я тоже буду завтра в нее учиться. Я не умею пить, как она. целая система. В свое время она работала в пекарне, когда была молодая. Да, и она знает, как выпекать хлеб. Всякие булочки, особенно пасочки. Это когда была молоденькая, она там работала. И вот она. Но мне кажется, так никто не выпекает, как она. И хлеб, и пасхи. Все у нее там, конечно, шикарно получается. Ой, какие яйца симпатичные. Ну, не всем понравится, да. Больше на серое похоже. еще одно яичко. Одно яичко. А, это белые яйца. А вот, смотрите, это были белые яйца, а если яйца красного цвета, да, то смотрите, какие они классные получились. Ой, красивые яйца. Само по себе. Смотрите, рябенькая. Видите? Ой, красиво. Я буду знать, что красные вот такие. Ух ты. Ну, вот сейчас покажу. покажу. Смотрите, это красное яйцо было. Видите, какое рябенькое само по себе стало. А это изумруд. Чистый, чистый изумруд. Стоит ли их подсолнечным маслом смазывать? Я думаю, не надо. Вот мои хорошие. Все. Тут у меня, конечно, есть шоколад везде. Я натерочки натерла немного. Все, пасочки вкусные. Я попробовала с Настенькой одну. Очень даже неплохо получилось. Вкусные, мягкие. Вкусные,